всем привет 15 июля 21 год кратенький отчет с полей сегодня начали копать на основном участке чеснок сорт любаша как видите уже пакуем вяжем пучки готовимся к погрузке вот и из нюансов этого сезона уборки ввиду того что у нас месяц не было дождей сегодня ровно месяц вот смотрите какая глыба вот такая вот получается вот тяжело копать выдергивать принципе нормально скоба хорошо подрывает ну скобу показывать не буду копаю своей скобой который снимал ни одно видео своим трактором исаки может быть на днях когда будем еще копать покажу потому что уже отогнал его сейчас уже готовимся к погрузке но видео ссылкой выложу вот в этом уголке вот на мою скобу копает в принципе все хорошо но единственное из-за вот этой вот большой груды случаются иногда обрывы донышко чисто либо рвет это конечно не совсем хорошо сейчас попробую найти их не так много но присутствует как видите довольно глубоко роет чеснок сухой с него облетает смотрите вот какое сразу чистота головки то рассказывает мыть надо и никогда не мыл и не вы не вижу смысла и наоборот вижу в этом что может быть какой-то косяк пойдут бактерии сейчас вот гляну где же там у меня без донышка что-то не могу найти но я думаю это всем понятно как это когда оборванная донышко но просто голыба рвет и здесь ничего не поделать процент небольшой где-то на навскидку это один процент от урожая ну неприятно я сам по натуре идеалист люблю чтобы все было в отличном виде но вот получается вот нашел вот такие вот неприятные приятности это сразу будем при разрузке выбраковывать потому что лежать он не будет при любых обстоятельств и сразу его пускать на еду ложить в холодильник и хранить вот видите вот такие вот головки принципе урожай как видите в основном 556 скажем так ближе больше пятерки но основная фракция это 56 вот вяжем стопы снопов будем завозить будем под навесом хранить не знаю видео может сбилась уже немножко подустал не особо посматривая на экран копать еще много дня 4 я думаю на это дело пойдет вот еще по нюансам там где внизу ближе к берегу присутствует сорняк на это собственно это не нюанс этого года это то что у меня земля была под кукурузой потом несколько лет потом в прошлом году ячмень и развелось всякой бяки много в основном достает березка вот эти всякие плетущие которые все на себя крутят и потом нужно со скобы выбирать ну а так собственно по самому сорняку я не сказал бы что очень глобально стомб отлично все держит вот где вверху видите дальше от берега здесь все хорошо здесь довольно чисто стомб все удержал как видите здесь чеснок уже даже пересох вверху ну то там где больше тени вот он как раз на грани готовности там и там дальше где основная масса чеснока там он более зеленый вот принципе такая ситуация частично сегодня пробежались я оставил немного буквально две три сотки воздушки под воздушку чеснок вот частично сегодня пробежались потому что начали раскрываться соцветия так называемые вот и чтобы воздушка не высыпалась пробежали первую проходку выломали остальное пусть еще дозревает в принципе я думаю в последний день уборки этого участка мы ее сломаем и выкопаем вот ну видите остались не раскрывшиеся воздушка в этом году будет отличная судя потому что смотрел смотрите размер вот это здесь миллиметров 78 подсохнет будет совсем то есть то что нужно вот ее совсем немного как видите вот ну и дальше присутствует неправим неплохие поля сорняка ну принципе как копать терпимо выбирать терпимо я знаю что мучаемся от жары потому что в тени 36 так что в принципе урожайность удоволен качеством чеснока доволен будет время покажу сам процесс выкопки подкопки точнее вот ну принципе ситуация у нас такая вот так что всем желаю хороший не особо жаркой погоды на уборку чеснока и во время его убрать все всем удачи до новых встреч